МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Александр Кучец. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Капитальный ремонт по сходной цене. Мошенники обманным путем вымогают денежные средства у азовчан пенсионного возраста. Осенняя ярмарка урожая прошла в школе номер 5. По мнению администрации города, в Азове не хватает торговых площадей на душу населения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После двухнедельного перерыва глава администрации Владимир Рощупкин совместно с представителями коммунальных служб города и заместителями совершил еженедельный объезд, во время которого была проведена проверка реконструкции Петровского бульвара. Во время объезда одним из первых объектов, который посетил глава администрации, стал Петровский бульвар, реконструкция которого, по мнению Владимира Рощупкина, ведется согласно графика. На сегодняшний день к работам приступили озеленители. Процесс озеленения начинается постепенно. Петровский бульвар, скажем так, ну я надеюсь, что сейчас очень активными формами начнет все-таки уже изменяться, поскольку заканчивается замена коммуникации. Вот осталась им неделя буквально, чтобы все полностью завершить, опрессовать, проверить и засыпать. И, соответственно, начнется планирование центральной пешеходной зоны Петровского бульвара. То есть мы уже начнем с вами видеть вот те, наверное, очертания, которые будут присущи обновленному реконструированному бульвару. Также глава администрации посетил один из домов по проспекту Зои Космедемьянской, который вошел в программу капитального ремонта. По словам Владимира Рощупкина, работы были выполнены с учетом новых технологий. «Выполнялись работы на фасаде, внутренние отделочные работы в доме. Есть там небольшие замечания. Сегодня наша приемочная комиссия работает с подрядной организацией по их устранению. То есть замечания у жильцов дома. То же самое все это учитывается, дефектуется и, соответственно, подрядчик должен это все исполнить в самое короткое время. Но в целом, конечно, мы видим те дома, которые попадают под программу капремонта. И особенно там где-то фасад, кровля попадает. Дома, конечно, оживают. Из старых, уже таких облупившихся и всех серых, они превращаются в такие яркие, живые. Причем используются все-таки там и материалы современные, которые правильно выполняют функцию, ищут дополнительное утепление контура. Поэтому будем надеяться, что это тоже будет позитивно влиять на ощущения наших жителей». Завтра, 19 октября, в городе состоится мероприятие «День древонасаждения». Все желающие могут принять в нем участие. «Мы уже размечаем места для посадки. Закуплен, приобретен посадочный материал. У нас есть программа на завтрашний день. У нас есть такое тоже мероприятие, которое мы хотим реализовать. Большое объединяющее – это высадка тюльпанов в парке памяти. И мы приглашаем всех казахчан вместе с детворой прийти и семейно, так сказать, поучаствовать в этом мероприятии. Кроме того, завтра большое количество деревьев и кустарников будет высаживаться по всей территории города. И сегодня наши уже озеленители, городские коммунальные службы готовят, соответственно, места, копают лунки для того, чтобы все завтра было более организовано и оперативно можно было завтрашний день, так сказать, завтрашнее мероприятие провести». Не секрет, что на сегодняшний день ремонт – это очень затратное дело. Особенно острый этот вопрос стоит для пожилых людей. И денег нет, и здоровье не позволяет что-то изменить в своем жилище самостоятельно. Но когда предлагают произвести ремонт по привлекательной цене, многие соглашаются, не думая о том, что это могут быть мошенники. Подобная ситуация произошла в четверг вечером с жителями дома по переулку Калантаевскому. О том, как не попасть в руки мошенникам и остаться при своих денежных средствах, в сюжете Иваны Пажельцевой. Вчера вечером, 17 октября, жильцы дома 141 по переулку Калантаевскому обратили внимание на двух подозрительных мужчин в обществе женщины, которые, по их словам, вели в машину бабушку, недавно перенесшую инсульт. Как стало известно позже, ее хотели отвезти в банк, чтобы снять наличные за установку окон. Задатков 500 рублей им показалось мало. Ходит женщина, предлагает от фонда капитального ремонта, значит, ремонт фасадов, балконов, окон. Документы предлагает, показывает, значит, проекты показывает, все это ксерокопия конкретная, даже свои документы не показала, тоже ксерокопия смазанная. И начинает составлять, типа, предоплаты, вот эти документы по предоплатам, но идет подпись человека, который вносит деньги, и нет подписи, который человек принимает эти деньги. Это уже липа. В доме 141 в основном проживают люди пенсионного возраста, и когда в дверь кто-то стучит, они ее открывают, а наглость мошенников не имеет предела. Улыбкам два-три слова, и они уже на территории вашей квартиры. Выгнать их не представляется возможным, особенно если это двое мужчин. Женщину тащили в машину, чтобы она внесла предоплату за ремонт балкона. Как бы люди, вот жильцы дома отбили эту женщину, вот, вызвали полицию. Вызвали управляющего, полицию, вот, вас телевидение, и пытаемся разобраться, мошенники это или нет. Я считаю, что 500 рублей предоплата была уже внесена. Вот, ну, по этим ксерокопическим документам была внесена «Женщина, которая с ними работает, она убежала от нас, и они теперь говорят, что ее не знают, и как к ней дозвониться, с ней связаться, тоже этого нету». По дому ходит женщина, представляется сотрудницей фонда капитального ремонта, вот, рассказывает о непонятных программах 2022 года по поводу замены окон, балконных рам и всего остального. «Через некоторое время, после того, как женщина или там мужчина соглашаются, да, и в основном это, конечно, старики пожилого возраста, которые после того, как сказали, что фонд капитального ремонта, люди сразу, ну, верят этому, да, этим словам, и начинают верить этим людям. Приезжают два парня, вот сейчас мы их буквально возле дома, поймали. Женщина благополучно взяла 500 рублей аванса и убежала. Ребята эти приехали, они представляются представителями фирмы, которая занимается окнами. Женщина, которая ходит, да, фондом капитального ремонта. Сначала, когда мы их только остановили, они представляли, что это одна компания. В данный момент они уже говорят о том, что компании разные, женщины эту не знают. Женщина, естественно, благополучно убежала. Уважаемые жители города, будьте бдительны по поводу таких непонятных сотрудников фонда капитального ремонта, вот, которые ходят и предлагают свои услуги. Во время приезда участкового молодые люди пообщались со стражем порядка, но от комментариев отказались. Скажите, что за ситуация произошла? Если люди вас не поняли. Комментировать никто ничего не будет. А, ну, все понятно. Вот это уже... А вам есть что сказать? Давайте к вам зайдем в душ, и вы будете там комментировать. А вы что, голые стоите? Не начинаете. Практически, да. Здесь 30 человек. Начальник межмуниципального отдела МВД Азовский, полковник Игорь Терешенко, в телефонном режиме сообщил нам следующее. Соответственно, то, что у нас вчера поступила информация о том, что по городу, в городе группа, молодых людей предлагают услуги по стеклению лоджи балкона, с накоплением основных, вызвало тоже определенный у нас интерес. Сотрудники установили данные граждан, доставили сюда в отдел, проверили. Это жители Водоростова, предприниматели с Ростова, которые организовывали рекламную акцию по движению своего товара. Все они у нас зарегистрированы, проверены по учетам на наличие судимости. Ну и, соответственно, мы знаем, что в случае каких-либо обращений граждан по поводу вопроса, связанных с установки окон и тому подобное, мы будем уже знать, кто это и, соответственно, проводить проверку отношений данных молодых людей. Ивана Пажельцева, Александр Кучец, Азов.Инфо. А сейчас, как всегда по пятницам, наша традиционная рубрика «Вопрос главе администрации». Скажите, пожалуйста, если бы вы встретили главу администрации, какой вопрос вы хотели бы ему задать? Хотела бы задать вопрос про деревья на Петровском, потому что смотрю репортажи, очень много вырубают. Сама там, ну, периодически бываешь, получается, аллея голая, фактически. Особенно вот елки смотрела. Чтобы было понимание, более 20 миллионов рублей в общем проекте заложено только на озеленение Петровского бульвара. Это и хвойные, и лиственные деревья, это и кустарники. И сейчас мы еще работаем над вопросом дополнительно добавить площади для рулонного газона, потому что в проекте предполагалась засадка газона семенами. Это тоже такой способ, активно используется. Но для того, чтобы получить гораздо больший эффект, мы сегодня занимаемся вопросом все-таки замены этого вида работ на рулонный газон, поскольку по ценам это проходит. Я могу одно точно сказать, что у меньше, чем было, зеленых насаждений на территории Петровского бульвара не станет. Большинство из тех деревьев, которые попали под демонтаж, попали по разным причинам. Где-то по причине старения и уже естественного процесса необходимости их демонтажа, где-то деревья, которые были подвержены там серьезной коррозии и заключения экологов-дендрологов, что для жизни этих деревьев осталось там совсем немного лет, но они не могут точно сказать. Но сказали, что это может произойти, через 2-3 года вам придется выкорчевывать эти сухие деревья, а когда эта территория будет благоустроена, это сделать сложно. А часть деревьев были вынуждены, скажем так, они попали под демонтаж в связи с тем, что проводились работы по замене коммуникаций. По центральной аллее прокладывался водовод. Для прокладки водовода были проведены археологические исследования. Все это, конечно, сильно повлияло, потому что и корневая была оголена на протяжении всех трех месяцев летних, пока жаркая погода стояла. Это, конечно, негативно повлияло на деревья. Мы уже в начале осени видели, что листва с них начала облетать, то есть деревья чувствовали себя очень тяжело. И хуже всего то, что техника просто там физически не могла работать, потому что там очень плотная засадка, там элементарный экскаватор, там ковшом не мог просто поворачивать стрелой. Поэтому, ну а не поменять коммуникации, делать такое масштабное мероприятие, как Петровский бульвар, было бы просто преступлением. Потому что сейчас мы меняем водовод, который чугунный там 50-60 лет пролежал, и я вам хочу сказать, в процессе прокладки нового водовода старый рванул. То есть это вот то, собственно, что показало правильное решение необходимости предварительной замены подземных коммуникаций. Меня теперь пугает другая перспектива. Мы отклонились немножко от дендропроекта, сохранив ряд деревьев, которые, собственно, изначально дендрологи предлагали снести. И вот как теперь будет сочетаться посадка новых насаждений и существующие старые деревья, как бы ни получилось, знаете, как ситцевое одеяло. Хорошее – плохое, старое – новое. И в итоге вместо хорошей задумки по омоложению, освежению, озеленению бульвара у нас с вами получится каламбур. Вот это вот я больше всего опасаюсь, потому что многие люди, они концептуально, стратегически не подходят к этому проекту, а смотрят исключительно, а вот из сегодняшних соображений, вот дерево срубили – это печально. Но меньше зелени, самое главное, на Петровском не стало бы в любом случае. – Скажите, пожалуйста, если бы вы встретили главу администрации, какой вопрос вы хотели бы ему задать? – Я хочу ему задать вопрос, когда в конце концов у нас будет детская площадка по адресу Петровский, 48-Б. – А вы обещали и Сорокин до 15 сентября будет площадкой, и майор обещал до 1 июня, и до сих пор ее нет. – Есть один общий двор – Петровский 48-А и 48-Б. Эти два дома участвовали как единая территория в программе «Комфортная городская среда». – Да, согласно проекту, который изначально был разработан, предполагалось, что на двух площадках в этом общем дворе появятся две детских площадки. По адресу Петровский, 48-А, за счет средств депутата Сифулаева Алима Гарамыча, площадка появилась. Она хорошая, она большая, достаточно наполненная игровыми элементами. – По 48-Б не получилось, но ее, естественно, никто и не оплачивал. То есть подрядчик не успел уложиться в сроки, минусовали эти работы, и, естественно, жители дома за невыполненные работы, как и бюджет, не платили. По поводу, ну, допустим, того, чтобы дети могли пользоваться этой площадкой в соседнем дворе, так скажем, да, ограничений никаких нет. Там большая, реально большая площадка и много игровых элементов. Сделать еще одну площадку. Мы с депутатом, там, получается, как раз этот двор делится пополам округа Сейфулаева и Бурыки. Мы с депутатом Бурыкой разговаривали. Он говорит, да, жители ко мне тоже обращались. Сейчас этот вопрос рассматриваем, насколько действительно, ну, в этом есть необходимость, потому что там в 50 метрах большая детская площадка. – Ну, освещение дороги, да, и движение транспорта, когда невозможно уехать рано, поздно. Тройка, допустим, у нас, она плохо ходит. Другой раз по 40 минут ждем автобус, стоим. Поэтому, ну, такие самые основные вопросы. – То, что касается освещения, у нас, я неоднократно говорил, 72% освещенность города. Есть участки, которые действительно у нас сегодня пребывают в неосвещенном состоянии. Я здесь не собираюсь спорить с людьми, это факт, на самом деле. Из тех территорий, которые сегодня освещены централизованно, ну, наверное, все-таки нужно быть тоже справедливым объективом до конца. Это с реализацией энергосервисного контракта, с заменой светильников, вот старых ГРЛ на новые светодиодные, света стало больше, там, где поменяли эти светильники. Есть участки еще, ну, треть города не освещенные. Это наши планы на ближайшее будущее, поскольку, я тоже неоднократно говорил, мы полагаем, за счет экономии, образовывавшейся с реализацией этого энергосервисного контракта, направлять как раз эти средства на дальнейшее развитие освещенности города. Это не будет там завтра, да, это программа, которая займет, может, ближайшие пять лет, ну, такие планы мы для себя строим. Но это, вот, собственно, наша, так сказать, среднесрочная перспектива. То, что касается движения общественного транспорта, если есть какие-то там отдельные сбои, ну, есть телефон, есть прямая, есть у нас дежурный в администрации, да, кто за эти вопросы отвечает, это отдел транспорта и за этими вопросами следят. Есть утвержденный режим работы, значит, маршрутов городских. И сегодня, пока мы не провели новый конкурс, поменять самостоятельно мы не можем. И навязать там перевозчикам какие-то увеличенные сроки работы. Поэтому, допустим, начиная там, ну, с какого-то времени, часов в семи вечера, да, когда уже, допустим, выходят автобусы на последний круг, естественно, там разрывы увеличиваются, и люди ожидают гораздо больше. А после какого-то времени они могут уже не дождаться автобуса, потому что вот они прошли эту остановку, и дальше по маршруту движутся уже в автопарк. Поэтому есть такие проблемы. Решение здесь видится только одно – это при проведении будущего конкурса увеличить срок работы общественного транспорта. Вот хотел бы задать вопрос, почему разрешают строить всякие ларьки в зоне тротуаров? Ну вот по Черноморскому, по Васильеву, к примеру, ставят эти клетки, здоровые громадные клетки. У нас что, мало рынков всяких, и на рынках есть места, где эти поставить можно ларьки. Нет, занимают зону, тротуарную зону, зону, где эти кустарники сидят, все сносят, ставят эти ларьки. Город Азов сегодня по нормативу не соответствует по количеству торговой площади, количеству проживающего населения. Есть такой норматив, он расчетный норматив, и это, скажем так, цифра, которая говорит о том, насколько люди обеспечены услугами торговли и сервиса. В нашем городе сегодня нормативный соответствий, поэтому формально, если даже уже подходить, наша задача, как можно больше сегодня торговых объектов в городе создавать. Вопрос второй. Конечно же, если эта территория по каким-то причинам невозможна для установки НТО, а НТО это что такое? Это в любой момент его можно взять и передислоцировать, можно взять и убрать. То есть это как раз-таки предполагает некапитальность объекта. Но даже если там проходят какие-то подземные коммуникации, либо воздушные линии, либо там вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения, или еще какие-то вопросы, которые влияют на возможность размещения таких объектов, конечно, никто такое решение принимать не будет. Прошу разобраться и установить причину исчезновения вот здесь капсулы и сделать выводы соответствующие. Знаете, я, Владимир Тихонович, отношусь с большим уважением. И я поддерживал инициативу, когда депутаты вышли с предложением вручить ему знак за заслуги перед городом. Этот человек в свое время, будучи главным архитектором, многое сделал для сохранения истории, самобытности нашего города. Но вот такой подход, как получился с Петровским бульваром, или точнее даже с этими капсулами, ну, мне он немного непонятен. Если человек знает, что там, значит, зарыты какие-то капсулы, и он ежедневно, посещая Петровский бульвар, видит как специалист, он как раз-таки как специалист, видит, что там, допустим, проходит трасса, где прокладывается водовод, видит, что, возможно, ну, какие-то риски могут возникнуть там для этих капсул или для этих пушек, которые на них стоят. Я, например, и не знал, что там капсулы. И мои сотрудники, которые работают там вместе со мной 4-5 лет в администрации, также знать об этих капсулах не могли и не обязаны были. Ну, придите, вы скажите мне, я доступный, моему заместителю, в конце концов, да, что там есть вот капсулы, нужно предусмотреть, чтобы они там остались. Ну, естественно, мы бы проконтролировали этот вопрос. Но допустить ситуацию, когда она вошла в такое критическое русло, а потом кричать, вот все негодяи не проконтролировали, одни, значит, их куда-то убрали, украли, а другие не проконтролировали, ну, это тоже не совсем, наверное, корректно. Потому что настраиваются люди, создаётся общественное мнение негативное, и вместо хорошего проекта, которым хотелось бы нам всем гордиться, мы в итоге получаем такой депрессивный объект, настроение у всех только уже негативное, априори сформировано. И получается, ну, вот, как бы, да, теперь мы с вами звеним наш город прекрасный на всю область, и в том числе из-за этих капсул. Вот и в областных СМИ, потому что они все делают репосты, ссылки, там, да, переписывают. Я вот сегодня мне прислали, там, Доньюз, да, это уже и в аргументах, и фактах это вышло, АИФ на Дону. То есть, понимаете, ну, мы сами своими руками, может быть, не преследуют такой цели, но создаём негативный образ городу. Ну, это можно всегда прийти в двустороннем порядке, прийти к руководству города, обсудить, проговорить, предупредить, в конце концов. Я бы ему сказал спасибо, взял бы на личный контроль, поручил бы заместителям, которые отвечают за реконструкцию Петровского, и этого бы не произошло. Но когда это произошло, а потом начинают кричать, вот все нехорошие люди, ну, нам, мне кажется, тоже неправильно, потому что давайте будем откровенны, мы об этом не знали. И кто об этом знал, кроме Владимира Тихоновича? Вот кто знал? Почему тогда никто об этом не сказал заранее? То есть это вот вопрос такой, знаете, достаточно специфический, и, мне кажется, тоже, наверное, ну, не совсем правильно, там, обвинять сейчас, там, администрацию, подрядчика, в том, что они там что-то разрушили, когда, собственно, по сути, может быть, своим молчанием, в какой-то мере, люди этому способствовали. Можете прокомментировать ситуацию с вашим заместителем по социальным областям? Виталий Белов работает сегодня, ежедневно выходит на работу, никаких у него проблем с осуществлением трудовой функции нет, он выполняет полностью все свои полномочия, предусмотрены должностной инструкцией. По стадиону проводятся проверочные мероприятия, но они проводятся уже, могу сказать, по сути, с момента начала строительства и продолжаются до сих пор, потому что объект был большой, были использованы и федеральные, и областные, и местные средства, поэтому проверяют, проверяли уже и КРУ, и контрольно-счетная палата, и кто только не проверял, в настоящее время проверяют в том числе правоохранительные органы, порядок, эффективность, целесообразность, объемы и прочее, прочее. Ну, это, наверное, стандартная процедура, потому что объект был большой, масштабный, и был включен в федеральную программу. Поэтому сегодня у Виталия Ивановича в данный момент никаких вопросов нет, он работает, на рабочем месте присутствует, никакой, как я видел, меры пресечения в отношении его не избрана, поэтому, ну, очень много на этот счет сплетен, может быть, кому-то бы хотелось, чтобы так было. Знаете, у нас есть люди, которые живут по принципу, чем хуже, тем лучше, да, ну, вот, может быть, кто-то вот такие преследует цели, ну, могу их расстроить. Пока все хорошо, мы надеемся, так и будет, потому что мы стараемся своими результатами доказывать сегодня нашу работоспособность, и Белов сегодня в том числе, вот, он занимается текущими вопросами, без любых, без каких-либо ограничений. Более 20 лет носит статус казачья Азовская школа номер 5, где регулярно проводятся тематические мероприятия. Одно из самых значимых и ярких Покровская ярмарка. Подробности в сюжете. Ставшая уже традиционной Покровская ярмарка в школе номер 5 демонстрирует глубину и самобытность казачьей культуры. От обилия и разнообразия товаров в стилизованных торговых рядах у гостей разбегаются глаза. Приветствуя собравшихся, глава городской администрации Владимир Ощепкин подчеркнул, что в пятую школу на Покровскую ярмарку он всегда приходит с особым чувством. В этом году, мне коллеги подсказали, пятый год уже юбилейный образовывается. Я так понимаю, с приходом Анатолия Анатольевича, у него тоже юбилейный в этом году, руководящий должность. И вот, собственно, да, эта инициатива появилась, она с каждым годом развивается. И, приходя сюда, окунаешься в атмосферу дома, уюта, любви, заботы, ну, собственно, всех тех, наверное, главных качеств, которые мы ждем, тех главных, наверное, жизненных особенностей, к которым мы стремимся. Особенно отметил глава администрации высокий уровень организации мероприятия. Это уже не уровень школы, это уровень города и уровень Ростовской области. Поэтому мы большие молодцы. Ну, а без участия сегодня учеников пятой школы мы уже не мыслим наших городских мероприятий. Я сюда иду не как на мероприятия, я сюда иду получать удовольствие. А удовольствие я получаю от того, что вижу, что вы все от того, что вы делаете, получаете удовольствие. И нет для вас преград. Я, как директор школы, я тоже понимаю, что не реализуешь всего, когда тесно, когда мало места. Но я вижу вас даже это не останавливает. Неудобно с определенной точки зрения, вы удаетесь показать чудеса организации, чудеса творчества. Молодцы! Очень рад за вас и больших успехов. И всегда помните, если мы знаем Бога, Бог знает и нас. Если есть место в школе для таких праздников, значит, будет и покров Престой Богородицы над этой школой. Готовясь к празднику, учащиеся под руководством педагогов разучили старинные казачьи песни и танцы, познакомились с народными традициями и обрядами. Мы к вам по делу пришли. У вас товар, у нас купец. Статный молодец. Да ваши Натальи парочка. Да рано я еще. 16 годов минула. Сыть! И бабка это дело. Слушай, что люди говорить будут. Григорий красавец, да и богат. Да рано ей. Коль так, давайте у Натальи спросим. Хочет она замуж за Григория идти? Наталья! Бой сюда! Наталья, замуж тебя кличут. Что молчишь, доченька? Ты как скажешь, батя, так и будет. Готовясь к этому празднику, ребята достаточно много узнают об истории казачества, об истории праздника Покрова, о том, каков был быт донских казаков. Так как мы живем на таком значимом месте, как город Азов, который в течение пяти лет был столицей донского казачества, то я считаю, что это достаточно важно для формирования гражданина и азовчанина. Неоценимый вклад в подготовку и проведение праздника оказывают родители, учащихся пятой школы. Ну, на родителях лежит достаточно большая миссия. Они готовят прежде всего такие вот красивые нам костюмы. Плюс родители готовят блюда, дети принимают участие дома в подготовке этих блюд. Ну, и родители сегодня нас очень поддерживают. Они здесь на празднике, они наши главные зрители, главные ценители. Пять лет школьники активно участвуют в осенней ярмарке. И каждый раз она дарит новые яркие впечатления. Мне ярмарка понравилась, было очень весело, все классы хорошо подготовились, везде была вкусная еда, доступные цены. И другим тоже все понравилось. Мне понравилось выступление пятого класса, их сказка, она была очень интересной, захватывающей. И наш танец нам понравился в конце, где девочки у нас очень хорошо танцевали. А еще они танцевали шашками на сцене, это было очень красиво. Праздник Покрова очень веселый, выступают все классы, очень хорошо танцуют, поют разные веселые песни. Мне больше всего запомнилось, как все классы танцевали, и наш класс в конце был очень круто, было очень весело. Татьяна Иваченко, Алексей Покатило, Азовинфо. Напоминаем, телекомпания «Пульс» запустила рубрику «Мобильный репортер». Если вы оказались очевидцем какого-нибудь интересного события либо правонарушения, снимайте видео на камеру своего мобильного телефона и присылайте на наш номер ватсап, который вы видите на своих экранах. 8 950 858 33 67. Будем делать новости вместе. Присланные фотоматериалы для данной рубрики не принимаются. На сегодня это все. Подписывайтесь на нас в инстаграме «Пульс» нижнее подчеркивание «Азова», а также в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Ютуб. А я прощаюсь с вами. Всего доброго, хороших выходных! В субботу 19 октября ясно. Днем плюс 15, плюс 20 градусов. Ночью плюс 8-9. Ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. Влажность воздуха 69 процентов. Уровень воды в реке Дон на 16 сантиметров выше нормы. Температура воды плюс 15 градусов. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. В воскресенье 20 октября ясно. Днем плюс 19, плюс 22 градуса. Ночью плюс 8-10. Ветер восточный 4-5 метров в секунду. Влажность воздуха 69 процентов. Уровень воды в реке Дон на 16 сантиметров выше нормы. Температура воды плюс 15 градусов. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин